Здравствуйте, друзья! Кузнецов Дмитрий на связи. Данный ролик предоставлен подписчикам. Спасибо. Второй нормальный ролик. Диалог с сотрудником из Промсвязьбанка. Я прям себе представляю это тщедушное создание, сидящее там в пиджачке в каком-нибудь потёртом. А может быть даже и не в потёртом мама ему купила, в связи с тем, что он закончил вуз и его приняли на работу в банк. Но мама должна была ему, наверное, всё-таки подсказать, что тебя приняли на работу в отдел взыскания. Видимо, куда-то в другое место не захотели тебя брать. Ребята, я знаю просто нескольких банкиров достаточно серьёзных. Так вот, они говорят, если вот приходит резюме от какого-нибудь соискателя, и он никуда не подходит, ни в клиентский отдел, ещё куда-нибудь, то ему предлагают либо идти на пропускной пункт, стоять там в холле встречать клиентов, либо в отдел взыскания. У таких персонажей никакого будущего в банковском бизнесе, потому что, по мнению тех же самых банкиров, которые занимаются приёмом на работу, это самый низший сорт. То, что им как раз-таки не подходит, но выгонять они их не хотят, и поэтому предлагают работу в отделе службы взыскания. Там вот это вот всё такое. Ну вот давайте теперь посмотрим, что там за персонажи работают. Итак, поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 5 рублей не оплачено 60 дней. Почему не оплачиваете? Нет, не 1 тысяча 325 рублей. Другая сумма. Что? Сумма другая. Какая другая сумма? Ну вы же видите в программу, скажите мне, какая другая сумма. Так я вам её назвал. Ну я не согласен. Сумма от закономиссии, сверхлимитная задолженность. Какая сумма? Сумма не согласна. Да нет, ну я с суммой не согласен, потому что сумма не такая. А вы из банка вообще звоните? Что, ну там из Промсвязьбанка только что вам озвучил? Не, ну мало ли всего озвучил. А почему тогда сумму точно не знаете? Я знаю точную сумму, мне кажется, вы ошибаетесь. Мне кажется, вы ошибаетесь. Смотрите ещё внимательно. Ну мне кажется, я знаю, что вы ошибаетесь. Я прям знаю, что вы ошибаетесь. У вас имеется комиссия, комиссия за годовое обслуживание и просроченность вверхлимитная задолженность. Вы сумму неправильно говорите. Сумма неправильно говорите. Вместе комиссии за смс-информирование, которое я ранее вам не озвучил, у вас получилось 1325 рублей. Или 1324 рубля 9 копеек. Смотрите внимательно. За рубля имеем право округлять. Почему не оплачиваете? А почему вы имеете право? Где написано? Скажите мне номер статья где вы увидите. В нашем регламенте это прописано. А в моём регламенте молод으� bags повторяю, что я могу округлять все стоимости до 5 тысяч, у меня есть регламент. Может, что да, да? А ещё у вас есть регламент оплачивать свою комиссию? А у меня ещё есть регламент? А у меня ещё есть регламент? Я плат私ся не 30 дней сверхлимитную задолженность. А на 5 дней почему-то вы нарушаете? А у меня, знаете, что выEvery год conversation не интересны. А у меня не интересна ваши регламент? Ме интересна, почему вы не оплачиваете? Если вам не интересно, то есть вы мне звоните и говорите, что вам не интересно. меня оплата я именно по этому поводу звоню а не отомните вашей главе тем более так вы же неправильно сказали сумму за должен это правильно сказал что вы говорите что я должен вашему банку как приводите решать данный вопрос я спрашиваю вы не хотите в итоге вы не будете вопрос на послушать реглами параллельно поговорить не получится будем опять же с вами лично ваш неоплата я к этому ждал вас не пугают это ваше личное мнение только готов на полном положении перед банком а а сколько готов таком положили перед банком то что придет вертирующим языком голове я жду ты чё такой-то непонятливая красно требования банка платить данный долг до 1 марта 1 марта с вашей стороны какая сумма поступающий погашение долга да поступит сумма равна 0 рублей 0 копеек это фиксирует оплаты отказывает а если еще из банка позвонил друг мой дорогой ты бы увидел что номер претензий там есть я отставил претензию вот когда претензия будет моя рассмотрена по этому моменту я либо буду производить оплату либо нет пока претензий вами рассмотрена не будет как раз наказывает серво номер нашего департамента 8 803 тройки на 35 если будут вопросы по вашей карте мне по меня вопросы вам всего доброго до свидания тебе тоже всего доброго давай друзья вы только вслушивайтесь термины сотрудник отдела экономической безопасности департамент это же какой кошмар знаете скажу я вам как то ко мне приезжал сотрудник отдела экономической безопасности значит такое найти типок в курточке джинсы в обтяжку какие-то там у него макосины но дело было холодно на башке вот этот гандончик так называют да вот эти шапочки щечки валеные такая скажем так подростковая небритость усики вот эти вот здравствуйте дмитрий евгеньевич а можно ты кто я из банка мне нужно с вами переговорить я открыл дверь ему еще говорим он на меня посмотрел по моим где-то полтора раза по моим так перекидка был больше него а мне надо вам передать документ я говорю давай проглез в парфель трясущимися руками я достал оттуда рекламное предложение банка так где было собственно предлагалось открыть счет стать клиентом банка то есть я взял это все он говорит да я говорю пошел вон отсюда войти он на меня посмотрел грустными глазами и ушел это сотрудник экономической безопасности то есть банк в безопасности скажем так ну про департаменты я вообще промолчу вот таким вот образом самое обидное что очень многие реагируют на эти термины начинают бояться трястись и само собой бегут и несут деньги в банк в этом случае этот ролик от этого автора у нас уже не первые и я в двух словах объясню откуда вот эта сумма 1300 рублей там человек просто насколько я помню эту историю обслуживался в этом банке и у него дебетовая карта и вот они за обслуживание ему насчитали при том при всем что без его ведома сделали какой-то перевод с счета на счет с комиссией если мне память не изменяет он чуть 12 рублей а вот и вот это 12 рублей комиссия и выросла вот в такой в итоге долг но охреневшие слов сказать больше никаких не хочется а еще кстати припоминается что человек через них протаскивал серьезные суммы там шестью нолями а вот по каким-то своим делам по бизнесу а и вот таким вот образом потеряли клиента не знаю что у них там в голове насколько отделы экономической безопасности у них вообще корректно функционирует по моему у них там они сами себе вредят ладно мое мнение автору так или иначе спасибо за ролик ну а я обращусь к людям кто недавно на нашем сайте пожалуйста компания алиам рада представить вам свои услуги по защите от банковского беспредела подчеркну мы не против банков не против банковской деятельности мы против беспредела которые не чинят осуществляя свою деятельность беспредел связан с загоном в долги людей вот более подробно ознакомиться с нашими услугами вы можете пройдя по ссылочке в описании ролика на наш сайт на сайте выложена видео инструкция видео презентация как устроена работа кредитных юристов компания лям что мы для своих клиентов делаем сколько это стоит сколько времени это займет у нас почему вы став под юридическую защиту приняв точнее даже решение встать под юридическую защиту уже в этот момент освобождаетесь от всех обязательств перед банком то есть все в банк не копейки причем на законных основаниях никому ничего не должны любопытно проходите на сайт и смотрите видео для вашего удобства сейчас правом верхнем углу трансляции выйдет кликабельная подсказочка вот она проходите на сайт смотрите видео и конечно же делайте все как рассказывается видео оставляйте заявку и с вами свяжется наши специалисты в рабочее время ребята позвонят юристы высококвалифицированные не поговорят с вами ответят на ваши вопросы хочу заметить что звонить будут с четкого конкретного номера телефона мы специально это сделали у нас не и пить или фоне в этом случае мы звоним с четкого конкретного номера телефона который указан в правом верхнем углу сайта посмотрите пожалуйста ну и конечно же как только вы зарегистрируетесь вам на электронную почту придет ответное письмо и там тоже будут указан телефоны с которых мы будем звонить забейте эти телефоны пожалуйста себе записную книжку ваших телефонных аппаратах и ждите звонка постарайтесь не пропустить еще кстати говоря хотелось бы предложить познакомиться со мной лично для этого я записываю регулярно видео обращение к посетителям подписчикам нашего канала нашим клиентам и уже сформировался целый плейлист ну и ссылочка на плейлист пожалуйста сейчас выйдет вот посмотрите пожалуйста послушайте взвесьте все свои имеющиеся у вас на данный момент аргументы примите единственно важное правильное решение хватит сидеть в долгах надо включать голову надо пользоваться законами что законы написаны не для банкиров не для микрофинансовых организаций уж точно не для коллег коллекторов законы пишутся для нас с вами и только нам решать пользоваться этими законами либо смотреть на тот беспредел который с нами происходит точнее которые чинят те самые коллекторы банкиры микрофинансовой организации с нами обходя все эти законы надо уметь защищаться если не можете обращайтесь к нам не хотите обращайтесь к нам нет времени нет желания самостоятельно вникать в эти тонкости пожалуйста обращайтесь к специалистам мы прошли уже как говорят и крым и рым у нас не одна сотня положительных результатов отзывы на сайте можете посмотреть наших довольных клиентов да и в принципе послушав видео посмотрев видео на нашем сайте вы все поймете что это нормально это постижимо там ничего сложного нет все рассказывается на доступном общечеловеческом языке с минимумом юридических терминов еще раз призываю вас посмотреть видео на нашем сайте кликабельная подсказка сейчас правом верхнем углу выходит вот она ну и само собой ставьте лайк если ролик понравился репост в соцсетях естественно приветствуется пускай как можно больше количество людей узнает всей правде группа вконтакте есть ссылочка на группу в описании ролика там все наши ролики с youtube канала дублируются подписывайтесь будьте в курсе у вас вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания аля всего вам доброго друзья до свидания